а я только по телевизору видел я настолько насыщенная программа здесь витебске вот на открытии прилет сразу заложение вот это открытие именной звезды пресс-конференция посещение музея где удивительный художник влада с по моему или влад сделал мой портрет из монеток вот зайдите крови 3 саясь и я слежу за вашим инстаграмом самого утра и не представляю как быстро поехать быстренько подготовиться к открытию я же был в начале и получить из рук президента вот этот красавицу красивую премию выступить вначале спеть две песни и вот теперь вот удалось выкрыть нам немножко времени чтобы поговорить до моего следующего выхода на сцену через искусство к миру и взаимопониманию казалось бы с вашим количеством наград и званий она могла бы где-то затеряться но то как вы сегодня о ней говорили кажется что она очень близка вашему сердцу и дорога потому что к этой награде я шел не просто так 30 лет практически почти 30 лет я приезжаю на славянский базар все самые большие программы я свои сольные доверял витебску здесь на этой сцене премьеры состоялись программ делился ими на открытиях закрытиях выступал премьеры песен были много личного связанное здесь с славянским базаром с этим городом всегда говорил и господину президенту что если когда-нибудь где-нибудь нужна моя помощь мой совет мой опыт мое творчество песни писать я на евровидении точно не выступлю никогда в жизни больше но быть в команде возглавлять команду творчески креативить я всегда рядом тем более с белоруссии тем более после 2007 года после work your magic дай мне силу и дима колдуна так что очень много связано поэтому эта статуэтка очень много для меня значит тем более получить ее из рук главы государства это дорогого стоит особенно в наше очень неспокойное бурное циничное время когда люди не ценят что для них сделано что сделано тобой сколько вложено труда сколько хорошего почему-то сразу вспоминают какую-то бяку и говоря об этом у нас очень и такое напряженное время сейчас белоруссии это не только коронавирусное предвыборное время вы наверное знаете знаю слышал конечно я слежу за интернетом я слежу за события у меня много друзей белоруссии да и позиция может быть разное но люди у нас стали злыми к сожалению не стали злыми их просто пытаются накрутить злые люди накрутить а беларусь она добрая она светлая посмотрите это вот по этому фестивалю можно судить с как бережно глава государства относится к этому фестивалю ведь это вида у него полно забот своих и личных и общественных и политических но посмотрите с какой любовью и теплом он говорит на сцене о фестивале о людях ну кого-то раздражается много лет ну а если нет альтернативы а если некому доверить вот я не представляю себе вот вот я не представляю себе как вот белоруссия без александр григорьевич потому что я лично как артист филипп киркоров от этого человека получал только добро внимание уважение респект и вот мне не за что к нему относиться плохо если у кого с ним свои счеты но это их проблемы это факт их биографии а факт моих биографии сегодня это красивая премия и я хочу вернуться все-таки пути к этой премии я подготовила небольшую ретроспективу это стоп-кадр из ваших выступлений разных лет мой токс только значит пугачёвы показывают только одна это потому что это первая я не могла или нельзя это замечательное прошлое то да и сегодня по по иронии судьбы с утра мое мой день начался когда я сел машину москве вылетая к вам на борту по радио звучала эта песня по русскому радио посмотри какое лето а сегодня когда закладывали звезду на белорусском языке детки пели эту песню и вот эта песня была символом нашей любви которая но ярко горела здесь на славянском базаре и это видно по нашим лицам но вы знаете я не живу как и алла воспоминаниями поэтому было и прошло у нас сегодня разная жизнь другая у нее своя у меня своя она блистательная женщина красивая и дай бог ей любви добра и мы конечно я всегда тоже ждем на славянском базаре но дальше складывается целое кино из того как менялся человек как меня сначала вот это вот было это было потом так это вот 97 год это 97 и тут я как у меня горит глаз тут по мало сидела в зале тоже я пел по моему песню поздно поздно а лучше поздно чем никогда так что и это вторая серия улетает 2001 до за песня огонь и вода наверно да да год расставания уже с аллой здесь она в этом году встретила максима и саныча так что это так скажем завершающую трилогию каждый приезд сюда витебск это для меня лично событие сегодняшнее в том числе именная звезда так красиво на она так красиво там вписалась о 2004 я это громкое скандальное выступление я люблю ремейки по моему да после скандала с розовой кофточкой да знаете я очень дорожу этим фестивалем потому что на меня такую травлю учинили тогда 2004 году ни за что потому что это розовая кофточка была показ только с одной стороны выпис моей реакции а то как она меня доводила во время всей пресс-конференции так пыталась оскорбить этого никто не видел видели только крайний результат когда я уже не выдержал и далеко и надолго цитаты эта фраза разошлась на цитаты но нам же нужно хлеба и зрелищ нам нужно мясо против кого воюем против своих воюем и началось и вот единственный кто подал мне руку все от меня отказались музыкальные каналы в тот год все единственный кто меня принял и позвал на реабилитацию творческую это славянский базар 2004 год а это был самый сложный год моей жизни самый переломный год моей жизни 2004 о славянском базаре говорят как о фестивале прошлой эпохи о том что здесь все осталось и где будущая эпоха ни один с вами состоялся не евровидение не новая волна не жара а славянский базар прошлой эпохи живет мы не можем вас долго задерживать я знаю что там же ждет еще одно выступление а еще две песни надо спеть и сделать цвет настроения синий потому что стеснение пропало но финале я вас попрошу все в этой истории с вирусом как-то по-своему ее прожили сделали для себя какой-то вывод мы наблюдали как вы трогательно общаетесь с детьми зачем это нам нужно было как вы думаете нужно было просто так боженька там ничего не делать я например разглядел своих детей я же их не видел воскресный папа меня называли когда я приезжал на редкий день домой я за 6 месяцев их так разглядел я столько у них научился их научил я смотрю как они на моих глазах поменялись просто изменились детки конфетки у вас есть дети нет пока ну безобразие такая хорошенькая такая так я сейчас это поколдую спасибо мой муж посмотрит и да и и притянется аж так что не оторвешь даже известный ведьмак не зря меня называют правнуком ванги спасибо мы будем надеяться что ваш приезд вот в это непростое для нас время для всех белорусов будет только добрым знаком и я обещала что мы передадим привет вашему доброму другу вере поляковой нашей прекрасной верунчик верочка куколка и там артемка потому что много говорили о том что вас за деньги пригласили к ней на день рождения во первых я я же дружу с этой семьей очень очень много лет и поверьте мне вот поверьте мне если бы я пользовался знакомством и дружбой так скажем и связями с этой семьей но я бы уже был здесь белоруссии наверное бы себе сумел и там ну премьер-министром станет понимаете или министр культуры и вот эта статуэтка была бы у меня у первого а не у андрея петрова и алла пугачёвой понимаете если бы корость и я бы не ждал эти шесть лет понимаете я бы устроил свой визит раньше пусть те кто говорят сначала задумаются и не судят по себе не суди да не судим будешь это прекрасная семья это мои очень близкие друзья почти 20 лет мы дружим понимаете мы прошли вместе евровидение проблемы очень было много проблем с конкурсом володя уникальный очень дипломатичный человек который ну действительно верно служит отечеству государству и любит свою семью а семья у него чудная верунчик прекрасная хохотушка артемка дружить моими детьми когда вера приезжает москву по творческим делам артем всегда становится у нас играет с мартиным с алой викторией это добрые прекрасные отношения ей богу вот век аншлагов не видать если здесь какие-то меркантильные финансовые были интересы клянусь вам ну а для артиста аншлаг это еще важнее чем все остальное поэтому вот кто верит кто психолог посмотрите мои красивые честные глаза ну не надо ну не надо по себе судить вера мы обязательно передадим и покажем эта история о том что между людьми есть простые человеческие отношения есть дружба и добро творчество это всегда побеждает но творчество у нас пока нет с верой но когда я смотрел спектакль и не один раз разные я поражался почему вера унес у нас нет веры на на нашем телевидении она или в театре нужно такая дайте новая не на дробушево такая была артистка по она умерла она играла в любовь и голуби жену юрского помните вот вера чудная и я очень хочу пожелать в ее лице всем творческим людям не сдаваться даже когда про вас говорят гадости завидуют не слушайте не читайте комментов я вот из этих не читаю да я даже отключил себе эту функцию в ютюбе когда вот мой клип выходит а там миллионы этих как их комментариев я не читаю иногда попадает что-то в инстаграм потому что смотрю кто читает ну из моих друзей что-то пишут с они выпадают первыми и поклонников своих читаю за их ники все а вот это все анонимное анонимное хамство который процветает интернет это интернет такая помойка но это не прекратить это вопрос воспитания тут дурно воспитанные люди а я хорошо воспитан мне кажется главное что вы излучаете свет светите счастьем и как будто бы запустили вот эту всю ретроспективу назад и время пошло назад у меня тут отвалилась моего костюмчик пойду подошью да еще до выступления есть время вы как будто бы запустили время назад и мы всегда ждем вас на славянском базаре похорошевшим счастливым с горящими глазами спасибо вам огромное за то что вы есть у нас и у славянского базара спасибо вам спасибо удачи это вот самое главное звание это любовь народа который проявляется вот в таких вот аплодисментах концертах аншлагах в горящих глазах того кто тебя интервьюирует не ищет подвох а действительно с любовью относится своему творчеству вот спасибо вам за это оставайтесь такой сегодня это очень ценное качество не хайпануть на хамском вопросе без так нам а просто на признание каких-то добрых чувств оставайтесь такой и вас будут смотреть миллион а я пошел возьму свою красавицу и увезу в москву ой тяжеленная как александр григорьевич как ее держал так долго говорил я чуть там это не упал по сцену у а Продолжение следует...